Далее поговорим о еще одном диктаторском режиме, о режиме Лукашенко, о Беларуси, о новых указах Лукашенко, о смертной казни, призыве офицеров запаса, а также о новой заграничной поездке. Зачем Лукашенко собрался в Иран и что означает его участившиеся международные визиты. Валерий Мацкевич, представитель Координационного совета демократических сил Беларуси, к нам присоединяется. Валерий, здравствуйте. Вечер добрый. Лукашенко объявил призыв офицеров запаса на военную службу. Призывать собираются только 250 человек и их распределят в вооруженные силы страны и в пограничные войска. Для чего этот призыв? Что он даст Лукашенко? В первую очередь нужно отметить, что это часть продолжающейся гибридной агрессии. Лукашенко играет роль кремлевского пропагандиста. И сейчас действительно Лукашенко, мы видим из его риторики, он понимает, что сейчас наступает самая острая фаза, если можно так сказать, этой агрессии, где Путин его вовлекает настолько, насколько можно вовлечь диктатора Лукашенко с той количеством военных, которые готовы каким-то образом, скажем так, быть вовлеченными в пользу России. Их слишком скудное количество. А вот делать громкие заявления, попытаться пугать партнеров для того, чтобы хоть каким-то образом своими паническими заявлениями повлиять, как они думают, на поставку помощи Украине. Вот они сейчас пытаются. Пытаются каким-то образом что-то говорить очередной раз о том, как на Беларусь готовилось нападение. Вот мы видим очередные какие-то истории про возможные провокации на границе Беларуси и Украины. Происходят какие-то попытки мобилизации, демонстрации некой военной готовности что-то делать. Вот вся эта истерика просто для того, чтобы в первую очередь ввлекать внимание и оказывать психологическое давление на партнеров Украины. Хотелось бы с вами обсудить смертную казнь за госизмену для чиновников и военных в Беларуси. По словам прислужбы Лукашенко, основная цель документа усиление противодействия преступлениям экстремистского и антигосударственного направления. Разве в Беларуси чиновники и военные не лояльны к власти? Чего боится Лукашенко в таком случае? Ну, он действительно боится того, что есть. На самом деле, что и чиновники, и военные, они, собственно, отражают отчасти общее настроение в обществе. А общее настроение, как мы знаем, это не разделение, собственно, планов агрессии Кремля относительно Украины. Это абсолютно не поддержка той позиции, которую выбрал сам Лукашенко, как вассал Путина. Это значит, что Лукашенко понимает, что когда ставки будут подниматься, та номенклатура, на которую он думает, что может опереться, она может дать трещину. Это значит, что белорусские офицеры могут не выполнять приказы. Это значит, что чиновники могут каким-то образом также устраивать условную итальянскую забастовку. Ну и, кстати, те, кто принимал эти законы и голосовал за его принятие, тоже как раз-таки первыми могут попасть под, собственно, эту же статью. Тут Лукашенко понимает, с одной стороны, что чиновники и военные могут быть неверными, а с другой стороны, он страхует риски, что если все-таки Россия захочет, знаете, как закусить Белоруссию в контексте полного политического, в том числе, поглощения, Лукашенко каким-то образом так пытается и застраховать эти риски, поскольку последние десятилетия он делал все для того, чтобы на ключевых местах были пророссийские, собственно, и чиновники, и военные. И вот сейчас он пытается каким-то образом из этой ситуации выпутаться, застраховать риски и того, что агентрик Кремля могут реализовывать и свои планы в Беларуси. Последнее его заявление хочется с вами обсудить о том, что взрывы в мочулищах – это дело рук Украины, и оскорбление в адрес Зеленского, и вот эта фраза «вызов брошен». Что это было? На кого был рассчитан этот спектакль? Ну, вы правильно сказали, что это действительно спектакль, это агония, это истерика. Ну, есть такие, знаете, разные слухи о том, что, видимо, Лукашенко так назвали, и его таким словом уже теперь называют в Кремле, потому что Лукашенко дал определенные гарантии и убеждал Россию в том, что он контролирует ситуацию в Беларуси, что поле зачищено, что десятки тысяч тех людей, которые могли совершить такие подвиги, они сидят в тюрьме, кто-то покинул страну. Он уверил, что нет в Беларуси уже никаких партизан, и, по сути, он потерял всякое уважение со стороны Путина и так называемых российских политических элит, то есть утверждая, что в Беларуси он хозяин, оказалось, что, собственно, на аэродроме, который якобы наиболее охраняемый, происходят такие вещи. И вы же знаете, Лукашенко не может признать, что это сделали белорусы внутри страны, что это сделали белорусские партизаны, что есть чистая правда. Поэтому он пытается сейчас... Вы заметили, наверное, он первые дни отмалчивался, потом говорил, что с этим самолетом все в порядке. Но когда уже было невозможно отрицать тот факт, что самолет на ремонтном заводе в Таганроге, это стало публичной информацией о том, что этот самолет уже в ближайшие 6 месяцев никуда не полетит, пока около того времени необходимо для его восстановления и обшивки, и оборудования, то теперь, естественно, впадая в такое отчаяние, он попытался использовать, собственно, свою истерику, свою агрессию в сторону мифа о том, что я сейчас вам снова покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение, подпитав вот этот миф, что якобы, значит, он миротворится, а от Украины есть какая-то угроза. Лукашенко после Китая собрался поехать в Иран. Поездка запланирована 12 и 13 марта. Планируется встреча с президентом Ирана. По официальной версии будут обсуждать развитие двухсторонних отношений, в том числе торгово-экономических. Как вы думаете, что на самом деле будут обсуждать в Иране Лукашенко и Раисе? Я думаю, что будут обсуждать, безусловно, в первую очередь в Иране, конечно же, дроны и баллистические ракеты, которыми Лукашенко хочет, собственно, заняться на территории Беларуси. И вывод тут может быть в том числе такой, что с Китаем не так все получилось, как планировалось изначально, поскольку Китай играет более сложную игру, чем Иран. А вот Иран в последнее время отличается тем, что, собственно, готов втягиваться во все тяжкие. Но Лукашенко, как посыльный Путина, он, конечно, просто по очереди с командировками ездит по оси зла, пытается каким-то образом проявить некую субъектность, некую полезность, доказать, что он еще как-то нужен и Путину в том числе. Хотя, конечно, преследует свои шкурные интересы. Да, вот я хотела уточнить, в этих поездках он как посыльный Путина, как вы сказали, или, возможно, ищет каких-то новых союзников себе на случай, если вдруг с Россией что-то не случится, не сложится, надо же как-то дальше существовать? Ну, безусловно, в эти поездки, на мой взгляд, он попадает как посыльный Путина, передает месседжи, пытается договориться о поставках вооружения, но при этом, конечно же, и не лишает себе возможности каким-то образом показать тому же Китаю, что вот у вас есть союзник, ваша Беларусь, он прям так говорит, что вы можете на меня рассчитывать. Конечно, Китаю в данной конфигурации мало интересно говорить о кредитах неких, которые сегодня Лукашенко уже не в состоянии отдать, просто потому что и санкции, и закрытая граница. Это, конечно, Китай беспокоит, но в меньшей степени, вот с учетом глобальной ситуации. Лукашенко пытается, конечно же, чтобы к нему, скажем так, отнеслись как в какой-то степени к Казахстану, гарантировали ему некую независимость, в данном случае независимость его режиму, а не стране, потому что он хочет остаться актуальным на политической карте, что, конечно же, с каждым днем все менее и менее реально для него остается. Скажите, а как вы думаете, в чем смысл Кремлю отправлять на вот такие вот переговоры, как посыльного Лукашенко? Это как не Медведева, так Лукашенко. И они как персонажи, да, ну это персонажи, это не политические единицы, это персонажи. Они достаточно специфические. И в чем смысл Си Цзиньпиньу встречаться с Лукашенко в таком случае? Ну, безусловно, если мы говорим об интересах Китая, для них, конечно же, важно, как они уже выбрали изначально стратегию такого пророссийского нейтралитета, пораздражать Соединенные Штаты Америки, показать, что они не остаются в стороне. Вот если мы вспомним их последнюю риторику и выступление на 20-ке, голосование ООН, они пытаются каким-то образом выразить свою позицию, показать, ну, им, наверное, приятно в том числе, что вот Россия не одна, есть и Лукашенко, он якобы представляет независимое государство. Россия якобы посылает не некого своего губернатора или своего посла, а это все-таки как будто бы решение Лукашенко, как будто бы президента независимой страны. Все это часть некой имиджевой игры для того, чтобы насолить союзникам Украины, которые, кстати, ну, вы понимаете, что Китай видит сейчас, что действительно мы видим, что понятие консолидированный Запад, коллективный Запад, оно стало фактическим с начала проявления российской агрессии. То есть ценности работают, и партнеры объединились. Китай, безусловно, очень напряжен от того, что и, собственно, сейчас может возникнуть понятие не только коллективного Запада, но и коллективного Востока относительно Китая. Поэтому таким образом Китай страхует риски и пытается приветствовать и визит Лукашенко как якобы президента независимой страны. Украинская разведка днями ранее сообщала, что Россия планирует масштабную провокацию на границе Украины с Белоруссией и даже с жертвами среди мирного населения. И якобы эта провокация могла состояться 11 марта, то есть сегодня. И даже планировалась организация телемоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. Но, к счастью, пока нет никакой информации о том, что это состоялось. Будем надеяться, что так дальше и будет. Как вы думаете, Россия до сих пор пытается иметь желание, планы или перспективы втянуть полномасштабно Беларусь в войну против Украины? Россия, конечно, может иметь такие планы и может иметь такое желание. При этом ничего не изменилось с настроениями в белорусской армии, ничего не изменилось с настроениями в белорусском обществе. Поэтому, собственно, все это может работать только как часть информационно-психологической атаки, опять же, для того, чтобы каким-то образом поднять ставки и попытаться повлиять на принятие решения о дальнейшей поставке вооружений в Украину. Я думаю, что в первую очередь таким образом они действуют, просто поднимая ставки, просто выражая себя в риторике. Я надеюсь, что ничего подобного в ближайшие дни мы не увидим. Спасибо вам, Валерий Мацкевич, представитель Координационного совета демократических сил Беларуси. Говорили о последних заявлениях Лукашенко и его участившихся в международных визитах, что они означают. Спасибо.